Мы хотели бы обращаться к нашему правительству, к нашему президенту. Вот эта акция, это вынужденная акция предпринимателей. Они подокрывали все свои бутики. Они вышли, вынуждены были выйти и выразить свое недовольство, потому что на протяжении года решается вопрос с их имуществом, с их рабочими местами. К сожалению, есть очень много депутатов, которые поддерживают предпринимателей, а то есть с пониманием. Но, к сожалению, есть такие люди, отдельные личности, их несколько, которые постоянно ставят палки в коленах. И до сегодняшний день эти лица затягивают процесс решения вопроса. И вопрос, который может решиться. В связи с тем, все это количество, все эти люди, все предприниматели, в основном, посмотрите, это женщины. 90% женщин вынуждены закрыть свои места, сегодняшний день быть в простое, выйти и говорить свои требования. Сегодняшняя акция, это мирная акция. Предприниматели просят обратить внимание на их проблемы и, наконец, решить положительно все вопросы. А вопрос один, чтобы караван не включали в электронные торги. И, наконец, задать предпринимателям работать легально. То есть, чтобы они, наконец-то, работали по договору. На протяжении больше года предприниматели работают без договора аренды. Бывший председатель ФУГИ препятствует, да, можно сказать, препятствует, да? Не заключают договора. Встречи избегают с правкомом. Правком создан официально в этой организации. Представители ФУГИ избегают встреч. Не встречаются, не додают никакой информации. Но, тем не менее, когда проходят встречи в Белом доме, да, в Джугаху-Кинеши, они выступают против. Они приводят подсадных предпринимателей, которые выражают согласие. Говорят о том, что действительно караван не платежеспособный. О том, что долги имеются. Ну, в общем, все. Может быть, это надо с ним начать? На самом деле караван является высокооплачиваемым, высокоприбыльным предприятием, да, магазином. И на сегодняшний день нужно брать пример торгового центра, с такого, который в центре города, сами предприниматели подняли его авторитет и всеми судьбами, своими силами пытаются держать его на уровне.